значит вот такой вариант мы имеем сейчас и вот в такой вариант мы будем их переделывать что это такое это назовем их экраны экраны для препятствования разброса корма из таких кормушек разброс хоть и минимален но он присутствует вот в таком виде это за ночь вот это вчера вечером я уже успел три штуки сделать и разбросанный корм это с вот этой вот клетки с противоположной здесь я может быть он и есть но я его не могу сейчас определить когда все переделаю тогда и посмотрим в общем давайте займемся модернизации поехали и так что мы имеем мы имеем вот такие потолочные панели алюминиевые с таким вот профилем используются они значит на потолок идут ванной комнаты в туалеты но распространенный довольно таки вот материал значит и его мы будем использовать для модернизации наших кормушек все это с той же люблинской помойки с люблинского контейнера спасибо ему еще раз за то что обеспечил на какое-то время меня строительным материалом бесплатным я их отмыл и увез на задачу используйте хотел каким образом я хотел нарезать их ножницами по металлу и писать шилом либо выбивать вот кернами специальными алфавитными да чтобы подписывать деревья кусты там ну растение бирки на них вешать ну естественно мне много для этих целей этих панелей так что столько не нужно потом у меня есть еще там другие новые которые кусками выбросали там короткими на ту же помойку я их буду использовать а вот эти вот я думал чтобы мне такое взять для моих целей для модернизации кормушки и решил что вот это подойдет довольно таки неплохо ну далее я расскажу как я их использую поехали далее мы отрезаем один из радиусов на этой панели он нам не нужен более режу я болгаркой алюминий режется не очень хорошо но режется это наиболее быстрый способ быстрее чем ножницами значит прямолинейная среза вот такая не идеальная но меня устраивает этот рез видно не будет он будет внутри кормушки поэтому на эстетическую составляющую никак не влияет так значит далее мы переворачиваем панель и с этой стороны шабером выбираем заусенцы чтобы нам за них не цепляться в будущем все далее размещаем по длине нашей кормушки в данном случае моем случае это 90 сантиметров разрезаем эту панель ножницами по металлу такими и будем крепить все поехали так ну давайте закрепим наш экран вот идеально подошел для этих целей шифер который у меня лежит на колодце он вот так вот фиксирует нашу кормушку очень удачно значит мы откручиваем саморезы которые крепят основной желоб в торцевые заглушки немного откручиваем и берем экран просто вот вставляем выравниваем вот в этой плоскости и закручиваем наши саморезы обратно тем самым мы просто зажимаем этот экран нашим желобом я его просто убираю до конца в саморез все в принципе вот готово все это держится никак принципе можно вот здесь в середине еще если будет кому-то в этом будет какая-то необходимость для кого-то можно закрепить заклепкой не буду крепить так как никакой функции несущие это этот экран он на не содержит просто нужно для того чтобы они разбрасывали форм вот так это будет выглядеть все будем пробовать их используем посмотрим насколько это эффективно насколько уменьшится разброс он и так небольшой но я хочу его еще меньше сделать он все равно будет там как-то не через бака они в общем найдут способ разбросать но будем надеяться что это позволит еще больше минимизировать ну не еще больше минимизировать его серьезно да все спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось всего хорошего так ну вот я вытащил наверно был сначала камеру взять одна заряжена осталась ловушка а с этой стороны вот второй крот 2 крот это та ловушка в которой еще не срабатывал капкан капкан срабатывал он там забора ну все в общем ставим дальше